Противостояние между муфтием Ингушетии и главой республики началось три года назад, когда конфликт салафитов в Исуфье в мечети Насыркорта едва не закончился перестрелкой. Глава республики заявил, что муфтий не справляется со своими обязанностями и призвал его уйти в отставку. Хамхуев и его сторонники заявили, что не позволят властям вмешиваться в вопросы религии и заручились поддержкой руководства Чечни. В нашей республике множество случаев, когда определенная группа людей, обвиняя общину села в неверии и нововведениях, строит отдельные мечети и отделяется от общего джамата. Люди с подобными убеждениями ни в коем случае не должны получать поддержку наших граждан, тем более от властей. Но, к сожалению, наблюдается другая картина, им даже платят заработную плату. Это мина замедленного действия, которая, в конце концов, может привести к кровопролитию в обществе. Как рассказал телеканал «Настоящее время» помощник муфти Магомед Хаштыров, после этого в регионе начались притеснения имамов, несогласных с Евкуровым. Им угрожали и проводили незаконные обыски. Была закрыта радиостанция с религиозными программами. Глава региона также предложил установить камеры в мечетях, чтобы контролировать проповеди богословов. Отлучить от общины Евкурова решили, когда суд постановил издять землю, выделенную для строительства мечети. Сегодня наша община отрекается от Юнусбека Евкурова до тех пор, пока он не признает свою неправоту перед нами, перед народом. С ним не будет никаких контактов. Мы не примем его и не будем участвовать ни в каких религиозных делах, связанных с ним. Но если он придет к нам, то мы примем его как брата по вере. Согласно решению, мусульманам запрещено участвовать в свадебных, погребальных и других религиозных мероприятиях Евкурова. В ответ на это власть Ингушетии обвинили муфтият в попытке вызвать смуту и раскол в обществе и призвали не поддаваться на провокации.